чтобы он пришел в себя. Главная причина измены заключается в том, что люди живут неправильно, они не возвышают свою жизнь. Понимаете, я какой пример привожу? Если у вас дома алтарь, перед ним без штанов не пройдешь, понимаете, уже другая атмосфера в доме. Пища освещенная, алтарь, все для алтаря, как бы для Бога. Понимаете, совсем другая жизнь. Есть разные измены. Можно просто думать о другом человеке. Это такая измена Богом, она не сильно воспринимается. Мозги всем закрывает. Главное, ты живешь с человеком честно, не изменяешь. У тебя какая-то любовь в голове возникла, но она пройдет. Это не проблема. Главное, оставайся с человеком, живи, выполняй свой долг. Бог вот это ценит очень сильно. Бывает, люди начинают дружить. Вот, допустим, на работе подружка завелась. Ну, то есть, не целуются, ничего, просто такая сладкая беседа. Это измена на тонком плане. Потому что между мужчин и женщин не бывает дружбы. Бывают братские отношения, вот как, допустим, сестры-братья, как с детства вместе, как парень молодой говорит, сёстры-братья. Бывают старший-младший. Вот, допустим, вы ко мне подходите. Это старший-младший. Младший-старший. Я бывает, подхожу к старшим, для меня есть, матушка, говорю, помогите на старшее. Люди вместе не живут, но общий ребенок. Ну вот, и все. А? Ну вот, значит, бросил. Что признал официально? Ну, а, не было, женить бы сразу, да? Ну, не было, значит, ничего. А? Ждать или не ждать? Да не, не надо его ждать. Зачем он нужен? Надо развиваться, работать над собой. Давайте, я не буду сейчас консультацию вам давать, мой хороший, я читаю лекцию. Лекция очень важная, потому что надо разобраться во всем. Откуда берется измена? Измена, она нужна человеку, понимаете? Потому что он хочет больше счастья. Вот он думает, я влип. Вот он живет с человеком, смотрит, счастья нет. А хочется счастья, понимаете? Поэтому измена нужна человеку в сердце. Он хочет измены, потому что многие люди жаждут измены. Они живут с близким человеком, но мечтают о другом человеке. Это уже измена. Почему это происходит? Потому что люди просто не понимают, как устроена эта жизнь. Потому что все верят в счастье именно с человеком. Мы верим в человека, мы Бога путаем с человеком, понимаете? Вот когда человек начинает жить правильно, он начинает молитву, начинает святость чувствовать, природу любить, добрых людей, Бога, храм любить. В этот момент у него в сердце появляется такое особое чувство наполненности такой, самодостаточности. И это чувство, оно дает ему защиту. Он начинает понимать, что жизнь немножко не так устроена. «Не от человека я почувствую счастье». Человек только от Бога может почувствовать счастье, а человеку служить близкому и в этом служении сдать все свои экзамены и тоже почувствовать счастье. Тоже почувствовать счастье, потому что ты через него сдал все свои экзамены. И он будет тебе очень сильно благодарен. Может даже в следующую жизнь потом вместе пойти. Так можно сильно... перед Богом заслугу такую получить. Две категории в следующей жизни людей идут. Люди вот сильно мучили друг друга, да? И Бог думает, ну, я не знаю, кого ему дать. Такая судьба как бы. Нет больше ни одного человека, только этот. И опять назад его этот. И они когда обидят друг друга в следующей жизни, ну, только не это, только не это. и все равно склеиваются, женятся. Они уже чувствуют, что тут вообще кошмар будет какой-то. И потом кошмар. Вот. И второй вариант. Люди очистили свое существование, прошли все экзамены, сдали чистую память друг о друге, как бы чистую память. Дальше в следующей жизни опять вместе. Потому что тоже, как найти такому человеку, другого человека, чтобы такой был, как этот, невозможно. Вот тебе тот же самый. Измена возникает просто в результате того, что так устроен мир, мы хотим счастья, а счастье в семейной жизни невозможно без победы над собой, без вот этого стремления к Богу, понимаете, попытки понять чистоту, высоту в человеке. Это же труд тяжелый, ты же видишь, он тебя мучает, а тебе надо в нем чистоту понимать. И это именно дает возможность его изменить. Он начинает по-другому к тебе относиться, постепенно раскаивается во всем. И начинает потом по-другому вообще смотреть на жизнь. поднимите руку, у кого так в жизни произошло. Ну вот, смотрите, есть такие люди. Все, сдали свой экзамен. Будьте счастливы. Понимаете, вот и все, вот и все. Просто надо вот этот путь понять, как устроена эта жизнь. А что такое измена? Ну, как бы оступился человек. Понимаете, не надо ее вот так воспринимать, типа, изменил, все, гад, пошел гон, скотина. Если вы так, кстати, настроены, значит, вы сделаете то же самое. Я даже видел такое в своей жизни. Один мой знакомый человек очень был разгневан на другого человека, который бросил жену. Очень разгневан. Просто неимоверно. Не прошло и года, он тоже бросил жену.